МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОМ СЕЛЬМАШ ГОМ СЕЛЬМАШ займает 90%. В 2015 году продукция реализовалась у 26 краинах света. Диверсификация рынку сбыту для завода з'является важным пытанием. Заключение контракта у твердой валюте забеспечит стабильную работу предприемства. Рядом, реализация подобных планов потребует часовых выдатков. Як показывая вопыт конкурентов, капвысти на новый рынок потребуется от 3 до 5 годов. Суместная работа ухэтым на керунку с боку предприемства и Министерства замежных справ повинна дать станучий выник. В этом году планируется добавить 10-11 стран новых дальнего зарубежья с различной географией поставок. Допустим, европейские страны, начиная от Германии, Балканские регионы, Болгария, Сербия и также страны африканского континента, такие как, например, Египет и Южно-Африканская республика. У Гомельской в области колькость хворых на респираторной инфекции грипп зараз не перевышая показчиков минулого года. Ситуация с захворванием, звычайно, для этого периода. Дмитрий Котов протягнет. У Калидора Гомельской городской центральной поликлиники довольно спокойно. Колькость людей, які чекают своё чарги на приём до участкового терапевта, нельга назвать высокой. Сами урачи кажут, что работы у пораунаний с минулыми годами, минавито у ГЭТ и ПИРЭТ, сё лето не стало больше. За день у середням звертается до 30 пациентов с симптомами респираторных инфекций каля 10. Ажиотажа заболеваний сейчас у меня на приёме нет. Тем, кому можно поставить клинический грипп единицы за день, и то не каждый день. Неделю может человека 3-4. Пациенты с высокой температурой, звычайно, выкликают урача на дом. Наприклад, 3 лютого по этой причине у поликлинику звернулося 26 человек. Однако, уличуючи, что в установе працуют 12 терапевтов, дойти до кожного и кожному оказать медицинскую допомогу, не выкликая проблем. Ништым ситуация застаётся стабильной и на территории усёй в области. Головное, что никаких смиротных заходов, выкликанных вирусом гриппа, альбо острыми респираторными инфекциями, не зарегистровано. В соответствии с нормативными документами, в республике определены контрольные города, на территории области это у нас Гомель, Речица и Мозырь. Соответственно, по ним рассчитаны Министерством здравоохранения контрольные уровни. На сегодняшний день эти уровни не превышены, поэтому ситуация в контрольных городах, в принципе, не отличается от общей ситуации по области. Заболеваемость на уровне среднемноголетних уровней, именно характерно для сезонного подъёма. В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья за ситуацией постоянно сочатся в лаборатории диагностики вирусных и особливо небеспечных инфекций. Каждый день тут проводится каля 50 доследований. В редких выпадках выявляется вирус гриппа А и Б. В основном же перевожают острые респираторные захворывания. Медики констатуют, что обычный сезонный уздым захворываний пойдет на спад, прикладно, праздва тыдни. Для того, как не захвореть у ГТП-ры, это треба памятать про меры профилактики. Частей бывать на свежем поветре, по максимальности избегать местам массового находжения людей и, как мага больше, уживать витаминов. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». С первого студеня молодым семьям у Беларуси стало простей погасить кредит на будавництво альбона «Бытье жилья». Додатковую финансовую допомогу державы теперь гарантуе указ номер 503. Он уступил усилу с початку этого года, и уже за первый месяц его день у Гомеля маль 50 молодых семьев отрымали финансовую поддержку. Новому указу у отделе будавництва гомельского гарвы «Канкамо» присвятили прямую лінію. Хто и на яке суму може различвать? Як звернуться за допомогой? Вось основные пытания, яке поступили от гомельчан. Дарыч, отрымаць патрымку змогуть молодые и шмадзетные семьи только у тым выпадку, калі кредит был оформлены не на льготных умовах. При гэтым сумма допомоги залежыць от колькасті дятей. Калі в сям'ї выховывается одно дятя, финансовая патрымка складе 40 бюджетов пражыточного минимуму, а гэта боч як 60 мільйонов рублёв. Сім'я з двума дятями може различвать на 80 бюджетов пражыточного минимуму, с трима на 100. Дарыч, така форма допомоги молодым сім'ям існовала і раней, аднак сумы патрымки былі удвоя нежэйші. Самое главное условие – состоять на учёте нуждающихся. В улучшении жилищних условіх именно сім'ёй. То есть не одному чалавіку, а именно муж, жена, либо мама і ребёнок зарегістриваться в это жилое поміщене, іметь в эту собственность, нельгод на кредит. Если эти условия все совпадают, вы можете обратиться в одно окно горысполкома «Советская 16» і подать документы. Заявка разглядается на протягу месяца. У Вогулі толькі за 100 дзень за патрымка ізвернулися дзесяткі сім'яў. Срод їх і тэх, хто оформляў крэдыт яшчэ ў 2008-м годзі. І ўжо на сёнях гэтаі людзі змаглі цалкам выплатіць суму крэдыту. У Гумилі адбылась ся вида сялекторная нарада комісіі па справах непаўналетніх аблвыконкама з батьками, чые дзеці навучаюцца ва установах сярэдній спеціяльна і профісіна тэхнічна аддукація регіона і патрабуть да сябе павышанай педагагічнаю вагі. Па час вида сялектора да запрошаных батько звернулися проставнікі суб'ектаў профілактикі. Размова ішла об сумесной работі па недапушчэні і здеяснення падлетками зачынстваў і правопарушэннеў. Зараз ва установах сярэдній спеціяльна і профісіна тэхнічна аддукація Гумиліщаны навучаюцца каля 13 тысіць дзецей. Больш як 9 тысіць зіх яшчэ не дасягнули 18-гадовага узросту. Наўліку ў інспекціях па справах непаўналетніх знаходіцца каля 700 такіх навучэнцаў. Датаго ж було адзначана з 2009 га па 2013 год на тарыторы Гумиліщаны назіраласе зніжэні колькасті правопарушэніў зудзелам непаўналетніх, аднак з 2014 года сітуація зменілася ў горшы бок. Лета сімі було здесні на 187 злачынстваў. Пасновным гэта дробная хуліганства, крадзяжы і правопарушэні звязаны з незаконным абаротам наркотыкаў. Як правіла, яны здесняюцца ў вечерніці ночны часы досыць часта ў стане алкогольнага апьянення. Падобная форма работы, калі інспекція па справах непаўналетніх гомілськага абылывы канкама сумесна суб'єктамі профілактикі супрацойніча ёсше з батьковской громадскастю атрымала пачатак толькі ў канцы минулага года. А таму сё літа ўнабуде пратягвацца, тымболь што планаў паузаймадзеў не шмат. Мы сначала постараемся дать информацию полезную родителі, ну а застем нами будут предприняты конкретные меры. Например, в частности, есть такие факты, когда подростки длительное время не посещают занятия, поэтому после этого совещания все учреждения образования, где есть такая проблема, подготовят и направят письма в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства родителей. В дальнейшем мы планируем, что родители вынуждены будут отправиться именно в то учреждение образования, где их чадо обучается решить те проблемы, которые есть. Напереды дни прайшоў сусветный день братьбы с раком. Гэта што гадовая мероприемство, якое проводится с 2005 года Международным союзам па братьбе с онкологичными захворваннями. У Гомелі так само прайшоў шэрах профилактичных акций. У особных зіх паудзельничали и наши корреспондэнты. Студэнты и выкладчики Гомельского державного медицинского университета зрабілі акцент на профилактику злоякасных пухлін молочной залозы. Не глядзешы на стануўшу тендэнсу лячыня анкозахворамня, ў якая заразозначаўца ў нашай краине, гэтая праблема ўсё ж таки не губляе сваў актуальнасті. Праблема очень значительная, забалаваўаўст этой ёпухолю возрастает, в том числе и в Гомельской областе. Поэтому должны знать их первые признаки. В первую очередь помняць о том, что какое-то патологическое образование, маленький узелок, маленькая язвачка в каком-то органе можат оказаться опасной в перспективе злокачественной ёпухолю. Инициаторам проведения акции выступила первичная организация БРСМ Гомельского державного медуниверситета. Стужачка символа и информационные буклеты спроба прытягнуть увагу громадскости до проблемы и одночасова спроба прымусить кожного особного человека задумацца про своё здоровье, каб продухелить гэту небеспеку. Акцент на раковых забалеваниях, связанных с молочными железами, потому что они у женщин стоят на первом месте. И вот эта ленточка как раз таки символизирует борьбу с этими забалеваниями. Ну, информационные буклетики таки для получения какой-то информации о том, куда обратиться, какие симптомы, чтобы вовремя предупредить эту болезнь. А тым шасом у Гомельским державным медицинским колледжа организовали целый шерох мероприемствов и акций, накерованных на борьбу с раковыми захворваниями. Уделу их прымали и навутшинцы, и выкладчики. У приватности Яны выступили за инициативой проведения добрачной акции по сбору грошовых сродков на будовництво детячих ахосписа. Мы очень рады были помочь детям и очень рады чувствовать, что наши деньги помогут спасти жизни детей. На перечисление ушло у нас больше 9 миллионов белорусских рублей. Никто не остался равнодушным и легко было работать, потому что все понимали важность этой темы. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадо-компания «Гомель». У Гомелі подвели выники третьего областного конкурса у сяродновученцев и работников установ профессийно-техничной и середней специальной адукации «Спадчина». Переможцы и номинанты отримали дипломы, каштовные подарунки и премии. Организатором этого интересного и одночасового познавального конкурса является областная организация Республиканская и Хромадская объединение «Белая Русь» совместно с управлением адукации «Аблвыканкама». Вероника Ворошилина протягнем. Областный конкурс сяродновученцев и работников установ профессийно-техничной и середней специальной адукации «Спадчина» селета был накированный не только на патриотичное выхование молодей, а и популяризацию родной белорусской культуры и ее традиций. Конкурсанты выполнили доследшие працы, просвеченные региональным особливостям национальной вышивки, одене мифологичных обярыхов, рушников и других знаковых для белорусского народу речев. А так само на працовке, представленной праздекоративно-прикладную творческую, выставу самородных лялек, женочных упрыгожеваний, предметов соломы и лазы. Есть известная фраза, что мир – открытая книга. И отрадно, что наши ребята эту книгу не просто листают, а изучают глубоко и содержательно. И те традиции, ту культуру, которая была раньше у нас, они привносят в наш современный мир, используют в современном быту, и что они действительно помнят о том, что без прошлого нет будущего. Вызначить переможцев членам журы было довольно непросто. Все лето на конкурс поступило каля 250 работ 49 установ адукации Гомельской в области. Они ураживали глубиной своего доследчего аспекта. Обранная тема разглядалась и выучалась у разрезе полного района, города, везки и навод семьи. Наученец Гомельского державного профессийного лицея чугуночного транспорта Роман Бродников, например, узнагородженный дипломом первой ступени у номинации «От прадеда успокоен вяков» за досягнение у Ковальской справе. Семейное это кузнечное дело. Дедушка меня этим занимался, отец немного научил для себя как хобби. Далее получается заготовку под кову. Я ее обработал, сделал отверстие, чтобы подать на использование. Работа сложная, но сила в руках должна быть. Вывучение самобытной белорусской культуры, як оказалось, для сучасной молоди тема актуальна и займальна. У своих доследших працах конкурсанты навод пропоновали особистый пункт гляджения на контвыкорастания особных культурно-историчных крыниц у процессе адукации сучасной молоди. У целом, пытанию формирования у подрастающего поколения поважливого и биражливого ставления до своей истории, культуры, национальных каштоуностей у нашей краине надается особливая увага. И областный конкурс «Спадщина» так само относился звеном у ланцужку этой важной работы с молодью. Изыскательская работа позволяет сегодня детям увлечься историей своего родного края, историей своего государства, историей своей семьи. Это формирует чисто человеческое качество. И, конечно, то, что мы сегодня очень часто слышим, белорус характеризуется толерантностью, уважительным отношением к людям, сопереживаниям, готовностью оказать всестороннюю помощь – это и есть результат той работы, которая проводилась ранее, будет проводиться в дальнейшем, проводится сейчас с молодежью нашей страны. Вероника Варашилина, Михаил Рабколу, телер, радио «Кампания Гомель». И на этом наш раннейшний выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова